Более 70 работ было представлено на фестивале. Фильмы разных режиссёров со своим почерком и стилем. Уже в 27-й раз «Киношок» открывает новые имена. Фурором стала работа, победившая в номинации «Документальное кино». Жюри было единогласно признав лучшим фильм мастерская петербургского режиссёра Сергея Карандашова. Это кино, понимаете, и единогласно мы все отдали свои голоса этому фильму. Победителя конкурса «Киномалышок» выбирала детское жюри. Юные зрители присудили главный приз криминальной драме «По совести», снятой Евгением Сергеевым. По словам организаторов, этот фильм можно будет увидеть в октябре на большом экране. Картина, которая получилась сегодня на 27-м кинофестивале «Приз», она не очень весёлая, но её все члены жюри приняли, и единогласно за неё голосовало все мальчишки и девчонки, которые смотрели все пять фильмов, представленных на этом фестивале. Но больше всего зрительских аплодисментов завоевала картина «Мунабия» киргизского режиссёра Таалайбека Кулминдеева. Она стала обладателем главного приза фестиваля «Золотая лоза». Благодарность гостей и участники фестиваля выразили в адрес Кубани и администрации города-курорта, подарившим столько положительных эмоций в дни фестиваля. Организаторы же заверили. Мы не говорим прощай, мы ждём всех вновь в следующем году на 28-м фестивале «Киношок в Анапе». Субтитры создавал DimaTorzok